Умудряется все-таки Лингуагуа подрезать, по крайней мере, одну красную точку Не знаю, удастся ли ему добить или нет Змейки стараются Ой, выбегает Голем Ну, добил, добил Питлорд, вроде бы И артефакт тиснул Молоток на Димон Хантера Дааа Да у нас просто из-за топ были проблемы Да, эфемерница все-таки делает Странно, что он не делает при этом грейт на армор В Хантерс Холле Да, вышки это ошибка большая Здесь они не помогут никак Нужно либо добавлять пару бестиарев И уже на опережение строить тех же самых баток Либо... либо все Какие еще варианты? В каком кривом месте магазин Что он делает? А феррике? Ну, ладно, феррик Парочку ферриков можно сделать, согласен Грейт на атаку делает с приоритетом вместо армора Смотрите, почему я за армор Потому что единственный нормальный способ Законтрить сейчас химер Ну, я не рассматриваю, если честно Берсеркеров особо Хотя это тоже хороший вариант Но там медведь, все дела Димон Хантер с арбой Это как раз все-таки, все-таки Батки Армор хорош против баток Потому что он и базовый урон И сплэш, кажется, подкантрирует Нельзя ломиться эльфа здесь ни в коем случае Ему просто нечем урон наносить по вышкам Он не может их пробить Бистмастер телепортируется Ну, залез, залез, залез Зря залез Пошли химерки А тут строят тауреновский тотем Не для тауренов, а для спиритволкеров Но, видимо, да, чтобы циклон контрить Даже жалко, как-то орк Ну, сейчас прилетит 4 химеры Что он будет делать? Грантов подрезал, он что-нибудь потерял, кроме ТП Ну, свиток, телепорты, свиток, лечение Я не видел, если честно, сколько он грантов подрезал Вижу только один труп гранта И один труп тролля справа Видите, Colorful делать Приоритетом все-таки грейды на атаку Вроде графа неплохая стала Допилили патчами Да я не вижу особо разницы Между тем, что было Кажется, тут отзумили немножечко назад Ну и, возможно, мы уже не так сильно Реагируем на новую графику Это вопрос привычки Будет писать ГГ, видимо, не очень понимаю, зачем у нас столько денег Ну, посмотрим Мне кажется, он будет делать Все-таки будет делать ставку на берсеркеров И спиритволкеров О, сейчас циклон-циклон Можно будет двух-трех юнитов подрезать Рейдер завис один, смотрите Опять эти баги с циклоном Минус спиритволкер Там волк просто стоял Как бы на месте В воздухе завис Не крутился О, вот это косяк Но Лингуагуа не видел этого голема Не заметил Он его подсветил Но не увидел Что там здоровья нет Косяк Короче, у Colorful 83 лимита Гуагуа решает умереть богатым Нет, сейчас он Он опять сидит на 50 Я не знаю, о чем он думает вообще Как он мог Ну, вспомните Кривой бобер Кривой бобер Ну, потому что я не играю Ни хрена Сказал о химерах В такой ситуации Задолго до того, как они появились Ну, как бы это логичный просто шаг Не потому что я молодец А потому что это Единственное, каким макаром Может эльф нормально Убить вышки под бетоном А Лингуагуа так беспечно вообще К этому относится Потому что там уже Пол пачки химер У эльфа Не знаю Арктонс, привет Спасибо тебе большое Я сегодня какой-то вообще сонный И это уже не Может быть дело в том, что это матч за третье место Что здесь не такие сильные игроки Что здесь нет муна Может быть О, пошли батки Наконец-то Наконец-то Только вот, чтобы не было Понимаете, говорил, блин Я еще про бестиарь Что надо добавить Чтобы батками Ну, сейчас словят пол пачки химер себе Такой Странный Очень странный Все, пол пачки химер Здравствуйте Трртрртрр Химера 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 Знаете, насколько быстро они все снесут? Конечно, знаете. Димка пятый на перехват идет ловить Саху. Главное, Химерок сейчас сплетануть. Ну что ты делаешь? Ну блин. Сейчас Батки будет улетать уже первый. Как же он криво-то с сплэшем. Ну в смысле это бьет. Два залпа делает. Хотя там одного выстрела достаточно для того, чтобы добить. Ну что, понеслась. Понеслось сражение. Химеры главное разводить в разные стороны. Периодически читать свитки лечения. Вот свиток пошел, чтобы сплэш подконтрить. Химеры стреляют по талонам. Очень быстро убивают. Ой, в смысле по талонам, по тауренам. Быстро убивают тауренов. Еще Батка одна врежется. 55 на 80. Там до заказа много всего. Но зато у него 1200 на руках. Понимаете, 1200 орка до сих пор на руках. И я уверен, что если мы тыкнем сейчас на бестиарий, у него там будет три Батки в заказе в очереди толпицы. Просто потому, что продакшен, ну, не подготовился он правильно. Все, минус эксп и минус будущее у орка. Покажите бестиарий. Вот что, мне просто хочется убедиться в... Обидно, что... В Химерах не было ничего сверхъестественного. А, вот он добавил второй бестиарий, смотрите. Да. Ничего сверхъестественного в этом не было. Димка уже почти шестой. Вешает Берны в разные стороны. Еще пара тауренов умрет. Будет ульта. Торопиться некуда. Тэкс-пауорка уже нет. Даже если он отстроится, то... Все равно ты будешь плюс по экономике. Питлорд на последний хитах. Димка шестой, ультует. ГГ. Заготовка у Гуагуи была Гуагуи. Интересная, интересная. Первый Сахана Амазонии. Очень быстрая база. Именно с бетоном, с вышками против эльфа, который играет в талонов. В этом определенная есть логика, мысль, идея. И неплохо, между прочим, реализованная, в конце концов. Но какая-то пассивность, обусловленная скорее тем, что он за вышками сидит, ладно, это тоже, допустим, можно понять. Но почему один бестиарий, почему он не готов к химерам, я не понимаю. Не могу объяснить. Да. Мехил, привет. А на ютубе почему трансляция остановил? Да я не остановил, я пытаюсь... Идет ретрансляция. Это скорее проблема с ютубом. Я вижу, что идет рестрим. Если что, он на рекламу ГГ спонсирует. Нет, у нас просто партнерство какое-то с ВЦГ. Ария Никус, привет. И, видимо, тогда, кстати, тоже шла трансляция от нас на ютуб, но там ничего не показывалось. Ну, мы отправляем поток, понимаете, на ретрансляции. Он идет сразу на несколько разных служб. Я вижу, что на Твиче, например, Богомерзком, люди смотрят. Там 190 человек есть, они смотрят трансляцию. Вот, а на ютубе жалобы, увы. Там много у кого проблемы сейчас с ютубом, говорит Лао-сан. Там были какие-то изменения полторы, где-то недели назад на ютубе с самой схемой, с трансляциями. Я все пропустил, чего в ВЦГ рекламит ГГ. Так, ну, партнерство у нас какое-то. Не знаю, чего они рекламят. Я не против. Если в этом вопрос. Хук Ворум говорит, я вот смотрю на Твиче с телека просто. Да. Да. И еще, говорит, только увидел круто. Угу. Мы заметили это вчера, приятно было. Кстати, хороший еще плюс вот таких вот командных форматов, это как раз большее количество нестандартных стратегий за счет заготовок, потому что под Бо-1 можно что-нибудь и придумать. Да ладно, ГГ, зачем там ТикТок? Без понятия. С dimensions, очень молодые. 20 лет до тех кто-ти Здесь есть Мstoffи, когда главный 총аг, Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, зачем в закрепе ссылка на Stay Home Cup? А там не часто обновляется информация Давайте актуализируем ее Точнее не актуализируем, а просто уберем Сетка особо на этом турнире не нужна Потому что все... Ну, сегодня фактически два матча за третье место мы смотрим Начиная с командного турнира Я с удивлением обнаружил, что варик у нас будет с паузой То есть между матчем за третье место в командном зачете И матчем там 120 против... Ой, с кем же... С Colorful, да, насколько я помню? Будет еще какая-то игра То есть в любом случае мы уйдем на паузу Потом вернемся, будем досматривать Это очень странно Но вот такое расписание Привет, доброе утро А что так рано в Варкрафт? Это еще, конечно, ты вчера не приходил И позавчера ты не приходил Потому что Китай Потому что Корея Разница во времени Самое раннее, когда у нас варик начинался За последние три дня Было семь часов по Москве Привет, Фердос И вторая 2 на 2 Карта Lost Temple Классика жанра Все эльфы будут катать в котов Ну и котов, конечно, ты можешь определить не только по картам С определенной долей вероятности Еще и... А нет, смотрите К1 будет, по крайней мере, через одну Арчу и Барак Играть Ну и по тому, каким макаром ты строишь базу То есть коты часто Ну, при котах часто отгораживают Пытаются связать, грубо говоря, мейн с лесом То есть пытаются выстроить такую линию Из строений Нет, смотрите-ка, здесь тоже Барак ставится Видимо, для того, чтобы Получше прокрепиться, получить второй И... Ставить, подготовить место для установки экспанда Во сколько финал, подскажите, Плазы? Финал будет завтра, да так же где-то с утра Не помню точно, во сколько В 10, в 11 Сир Аргон говорит Вчера и позавчера было замечательно Приходишь такой на работу, наливаешь кофе и в Аркадсмейкер И... Юрист говорит Я помню, в году 2008-м просыпался врань Смотрел, как ты комментировал победу Хэппи над Скайем Там еще заготовка Хэппи была на Эхо через Респ и Гарк На Черепахах Скай через Фейл играл Да, давненько это было Давненько Нифига себе И там два кипера Я со своими двумя патмами С предсказанием Масхантрес с котами Реально задачу Ё-моё Серьезно? Серьезно? Два эльфа на ЛТ В 2 на 2 И ни один не играет в патму Ни один Причем У них тиммейты Финды И хэдхантеры Ну, с пирсинговым и с рейнджовым уроном What? Вообще разрыв шаблона происходит Это как? Ну, ясно, что после арчи тут все равно хантресы попрут Но почему козел? Неужели вот эта вот ранняя возможность поагрессировать Кажется им ценнее, чем аура? Может быть, Батт Дани делает ставку на прикопку на раннюю Что у Батт Мэй есть проблемы с тем, что если она встречается в аналогичной ситуации с кипером и хантресами То аура не аура, все равно и юниты начинают умирать Из-за прикопки, из-за того, что мобильности нет Спрятаться тоже не получается И в такой ситуации, возможно, кипер хантрески забирают центр карты Но это не все только однозначно, потому что те же самые виспы, которых заблаговременно сейчас вывел Элис Они могут помочь закрепить, законтрить кипера, так скажем Ну, в этом и прелесть, Варика, тут варианты есть Главное, чтобы вместе с мыслью у тебя еще практика была То есть, чтобы была задумка, и ты ее реализовывал Ну, кипер можно, да, кипер можно за счет... Опа, здесь минус телепорт А, там есть возвышение, хотя странно, там возвышение вроде не мешает Обзору, оно незначительное Очень важное окружение было за счет стомпа сейчас сделанным Важное, потому что успеет какое-то количество нейтралов в центре подкрепить Да, это урен уже почти третий Хилинг Слейв выдает своему тиммейту Выбивает уже второй артефакт из центра Ну, это колоссальное преимущество у Лингуаги и Элиса Просто колоссальное Камень Жизни, Скролл оф Зе Бист Сумасшедшие артефакты И третий ТЦ Биркуток, ты... Лучше не допускать ошибку в написании слова ГАЙС А, это может тебе просто айфон автозамену сделал Да, они любят путать Ну так опасно ты приходишь в компанию такой Нет, он именно это имел в виду Это не ошибка, говорит Минус два финда сейчас Просто после криппинга на ровном месте И это еще сильнее Усугубляет, что ли, ситуацию Синих Хэтхантеры, правда, побегали тут зря Поподставлялись Ой, как он отдает хэтхантеров Своих поприветствовал А, у них там взаимоотношения свои Ясно ДК третий кипер тоже Сейчас за счет большого количества потерянных юнитов Ситуация выровнялась Т2 орка Коты на котов Сзади хэтхантеры Подтягиваются Но есть база Мне эта тема, конечно, очень нравится Что... Оооо, Скролл оф зе бист отлично идет Стомпа, Таурена Отличный урон идет по хантрескам Смотрите, копья вылетают У хэтхантеров сейчас рейндж на самом деле Без какого-либо грейда Почти такой же, какой рифлов с дальностью Представляете? У них, кажется, 550 Дальность А так-то хэтхантеры по урону всем дают прикурить По соотношению цена-качество это превосходный юнит Главный минус которого Как раз по сравнению с другими стрелками Был самый низкий рейндж атаки А сейчас они стреляют, ну... Круче, чем марчи без грейда на дальность Чуть хуже, чем рефлы с грейдом на дальность Я не помню, правда, какая дальность у финдов Но мне кажется, где-то на 50 поменьше Типа 500 у них Ну, специалисты подскажут, если что Короче, хэтхантеры великолепный юнит ДПС сумасшедший, перспектива отличная у них Ну, типа, выходы в берсеркеров И уже приемлемая дальность стрельбы Бук оф дэд Бук оф дэд Продается сразу же Тоже ситуация такая Стадия игры Что у андеды там Т3 скоро Соответственно, дестройеры могут быть В любом случае по дефолту Такому книжку лучше продать Купить что-нибудь практичное Типа свитка или инвола А какие юниты в игре действительно плохие? Тех, которых мы редко встречаем Как подсказывает Кэп Можно взять любую расу И вытащить юниты, которые используются реже всего Можно его забраковать Например Ну, не то чтобы плохие А ситуативно Реже всего использующиеся Что ж такое? Извините Как-то мне прорвало Выключил микрофон Попытался откашлиться Все равно не получилось Вынужден был включиться обратно Потому что тут продолжается сражение Хантрессы на хантрессы Козел на козла Так, возвращаясь к вопросу О плохих или хороших юнитах У андеды именно для боя Редко довольно-таки используются гульки Все-таки они используются По такому остаточному принципу Просто потому, что Либо на мега ранней стадии Для криппинга стартового Либо в качестве остатка Под фрейнзе Для какого-нибудь таймингового пуша Основная все-таки тема Это Этфинды Если мы берем какую-нибудь расу Ну, шаманы В смысле некрасы, конечно Ситуативные тоже весьма Но ни язык не поворачивается Называть некрасов Плохими Или слабыми Они просто Во-первых, весьма сложные В плане применения Потому что требуют Сочетания и микроконтроля Особого То есть у них Хоть на автокасте скелетаны Им нужны мидвеганы С загрузки трупов Анхоли Френзи точечный И Тоже такой ситуативный Ну, вермы тоже редко используются Но, скорее всего, это не проблема В том, что вермы Сами по себе плохие Просто Почти любой воздух Он Требовательный по ресурсам И До него долго доживать О, хороший стомп Заставляет Деку Телепортироваться Очень мало ХП Плайлайт говорит Доброе время Михаил Попробуйте приложение Телевизор Samsung Конечно, работал отлично Оно делалось Товарищем Пользователем И Вот Я не знаю Его завезут, не завезут У нас были проблемы С Постингом приложения Потому что Его твич не пропускал То есть На Я не знаю Как эта тема работает Но Для того, чтобы Приложение появилось В Маркете Или В их Стори Они Должны убедиться В том, что Весь Вообще Контент Который Есть В Приложении Есть Только У нас Только У нас Не знаю Как работает Как твич добивается Аппрува Потому что Ну Стримеры Все равно Те, которые Отображаются На твиче Они часто Стримят Еще куда-то Может быть В том числе И с этим Связана Агрессивная Политика Твича Что Типа Контент Только Их Но Нас Заворачивали Два Или Три Раза Не давая Пост Приложения Да Спирант Локалка Идет Но Не с самого Начала Вообще Этот матч За третье Место Главный Финал Не профукать Завтрашний Я постараюсь Так сделать А Ютуб Да Сегодня Опять Не фурычит Короче Я не знаю Какая будет Судьба Приложения Смарт Тв Учитывая Ну вот Такие Сложности Сир Аргон Говорит О Проверил Стрим Реально Начал Гораздо Быстрее Запускаться Прям Респект Да Спасибо Большое Но Это Относится К Основному Потоку То есть Не к Низкой Задержке Не к ДВР Тестовому А именно К К ХЛС Стандартному Нашему Ну Отвечая На самом Сумне Это Приложение Вот У вас Было Понятно Тут В игре Идут Противостояния Пытаются Козла Кружить Причем Он не может На персонал Ки Уйти Там Прикопка И стомб Значит Козла Сейчас Добьют Кажись Он пытается Выскочить Дирижабля Тут Дико Не хватает И он Выскакивает Но ненадолго Увы Кажись Орк поставил Базу Да тут Все поставили Базу Если посмотреть На миникарту Мы увидим Левый нижний угол Андейдовская база Левый почти верхний угол Альфийская база Справа На 4 часах У эльфа Тоже экспанд И у орка На часе Тоже экспанд То есть тут Ну на лт В определенный момент Это Стандартная вещь В определенный момент Это скорее Примлижение К лимиту 50 Лт карта Хорошая Можно забегать Разводить Выигрывать время Ох Какой Мпл Шикарный Но этого не хватит Все равно Ну андейда Просто тупо Меньше Еще один Мпл Он так типа Чтобы отстали Только от нас Спасает жука Турен Выглядит очень грозно В 2 на 2 Особенно в лейте Ну ваура Работает на всех Стомп Универсальность У своей Тоже Поражает А норку Врага Врага А да В этом плане Ты прав Это нагловато Турен почти Шестой уже За него можно будет Вообще не переживать А это фейковый был Телепорт Персоналка Видели как Нынче какая-то Куция абсолютно Некрополя нет А колитов Не достроить А с мейна Нет смысла Заказывать А колит Потому что Сразу же Эта угловая база Подставится Все узнают О том Что она здесь Кстати инженер Абсолютно прав Что сейчас От Турена Со второй аурой Уже не убежать Потому что Декута Ауру подрезали Немножечко Там мелочь Но действительно Турен уже Уже двигается Чуть-чуть Но быстрее И Турен И вся армия Соответственно Что там Размен Кажется Идет Да Ох Врывается Турен Ох Какой стом Ай-яй-яй-яй Очень больно Берсеркеры Расстреливают котов Мега быстро Турен Шестой Телепорт Пытается прикрыть Импейл Импейл Странный был Жука окружают У него есть Камень жизни Возможно Это ошибка Окружает Жука Под вторым Кайлом И под Да-да-да-да-да Жук уходит Версерки разваливаются Турену лучше не трогать Маны у него нет Он все равно Только ауру дает Красиво Морк врывался Будучи абсолютно Уверенным Что здесь Не дадут ему Сражения Но жук Жук И вытанковал Отлично И юнитов Поподрезали Они Турен еще разок Стомпает Берсеркеры Жмутся за деревом Пытаются Отстрелиться Но они все Красные Не справляется Здесь орк Привлекает Эльфа Чтобы отбиться Сверху Карается База Другим Эльфом Импейл И разваливается Орк Или нет Нет Орк не разваливается Все нормально Все нормально И Турен догоняет Уверенно догоняет А может у нее третья аура А не ультимейт Как вы думаете Нет Тогда бы его не игнорировали Тогда бы проверили это И его спокойно бы убили Четвертая лечевка Как они бегают Как бешен Нет Похоже что это третья аура Трупы красиво лежат Да Трупы здесь Они точно их переделали Прям основательно Мне даже показалось Что они лежат Дольше чем обычно В оригинальном Варкрафте Кажется Быстрее разлагаются И остаются Скелеты А здесь Мне кажется Это по соображениям Производительности Делалось все время А здесь уже Сколько раз Было такое Что мы переключаемся С вами Спустя уже несколько Ну какое-то время На поле сражения И видим Что до сих пор Лежат Именно вот Не скелеты По которым Мы раньше определяли Потери Ну когда Нас варкрафт Очень многому научил В том числе И разбираться В том какие трупы Для того чтобы Проанализировать Например Как прошло сражение Не всегда тебе дают Возможность Покликать Иногда показывают Просто что Что было И ты понимаешь Да там Четыре дриады Два обома Три хантрессы И как-то так Вот А тут Остаются Текстурки Видите пион Вот сколько он Разлагается там Это уже просто Очередные баги Которые воспринимаются Как печи Может быть Деку Пинчат Опять шикарный Импейл От жука Но чисто визуально Тут орка Значительно больше Бедный крипт лорд Там уже маны Нету Деки Чтобы крипт лорд Выхиливать А ману пропил Подлечил Очень хорошо играют Кстати Два на два Потому что Одна из характеристик Это насколько Много движухи Могут создавать Игроки Тут параллельно Такое количество Экшена происходит В разных частях Карты Обычно Такую движуху Должны эльфы Создавать А Они собственно И создают Смотрите Потому что Основная ударная Сила Это не хантрески А вот как раз Ну Представители других рас Эльфы как правило Делают там Хантресок Лимит на 50 А потом Начинают Пересылать ресурсы Ну потому что Эффективность армии Снижается резко То есть они останавливаются Минус мейн раз Не в этом случае Кстати Здесь после хантрес Еще была поставлена база Потом Маутон джайанты Начинают появляться Все таки Благодаря патчам Благодаря тому же Самому таунту Двойному МГ стали Гораздо ценнее Чем раньше Аааа Скорее всего Китайская версия У них к скелетам Особое отношение Точно Я что-то забыл Совсем Что Подождите Ааа да 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 может быть А я вспоминаю Мы рефоржиста смотрели Главным образом На ВЦГ Поэтому да Там может быть Действительно Особенность игры У них там Иконки Черепа Изменены И прочее Пионы окружили Экипера У нее Синнинбул И телепорт Ничего страшного Не знаю Зачем они это сделали Так Это же более полноценная база Мейны закончились А движуха продолжается Ресурсы есть Благодаря базам Этим Периферийным Да 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 Показывают Что мейн закончился Такая армия Энту Киперстом что ли Пятый Да Киперпятый А привет Перед описанием стрима На ютубе Стоит ссылка на хтп Из-за этого При попытке перехода А вот в чем проблема Ничего в себе Аспиранты здесь Я не знал Что такое возможно вообще Так Возвращаемся к игре Очередная атака От Андеда На эльфийскую базу И в очередной раз Вписывается орк За эльфы Естественно Даурен топает А бомы танкуют Кипер продолжает харасить Ээээ Козыг подошел Еле инул успел поражать Может быть даже за Дирижаблем стоит сбегать Да, лилим капут Глаза разбегаются Очень много движухи происходит Ну и видно, что они потренились 2 на 2 То есть тут разумные связки, разумные стратегии очень И очень хорошая координация В 2 на 2 особенно важно, ну как и в любой командной штуке Именно налаживание взаимодействия То есть насколько вы понимаете, что происходит, кипер минус Что происходит на карте, что ваш там союзник какую движуху создает Где находится противник, куда будет направлена атака Как вам объединяться, не объединяться, разводить, не разводить Потому что зачастую как раз за счет именно просто базовых вещей Ну типа тайминговых атак совместных 2 на 2 можно было затаскивать Не за счет какого-то микроконтроля или там особенностей или стратегий А именно за счет координированных действий Загоняют немножечко Таурена Шестой кипер Транквилла Ну Транквиллу можно будет перебить и стомпом, и импейлом Ой, в смысле импейлом Инснейром, ну прикопкой в общем Но Это во время сражения, так-то никто тебе не запрещает пользоваться в паузах А, инснейр, это сетка Интэнгл, интэнгл Рут, говорит Виваби Рут Кто побеждает, нифига непонятно Ну похоже, что побеждают синие Все-таки Таурен не затащил Падает СХ, четвертый Тауреша снова влетать пробует Ну по опыту, по крайней мере, по опыту героя Сколько же игра в среднем длится? В среднем 15 минут Но здесь они уже перешли все границы Сейчас игра идет уже где-то 23-24 минут А таймер здесь нет? Не вижу таймера Бладли, завтра финал Завтра в переполнение Саху пытаются восстановить Тут прокачанные андедульские уже герои 6-5-4, это Не то чтобы не контриться, но тяжело, тяжело Хорошо импэйлит двух Маутун Джиантов Не жалеет даже Койл Минус один, минус второй от минус 14 лимита ГГ Да, я очень плохо следил за происходящим Периодически отвлекался на чат Но игроки тоже мешали на самом деле В 2 на 2 в 2 раза больше движухи, теоретически может быть И они еще при этом играли далеко не пассивно То есть постоянно происходили какие-то события Постоянно эльфы озадачивали и забегали При этом было несколько точек, несколько бас, где создавалась движуха Наносил андед раз за разом атаки, которые там орк отбивал Пытался отбить, ну отбивал главным образом своего тиммейта Это тоже довольно стандартная ситуация Что эльф после определенного момента особо не может сражаться И соответственно он даже у себя на базе не может сражаться И это стандартная вещь, когда к эльфу приходит тиммейт и отбивает его базу Ну потому что просто ты Ну даже если у тебя МГ, это все равно не боевой вариант То есть есть кипер, у тебя есть какие-то остатки котов Ну или ты достраиваешь какое-то количество котов, чтобы можно было просто харасить Но ты не способен сражаться Особенно не способен сражаться такой связкой с тетричным андедом Уже с высокого уровня героями, с финдами, с арбой Ты сильно позади по технологиям Вот Тартл Рок, следующая карта 3-1 ведут одни китайцы Локсли говорит, кто все эти люди, только Романтика знают А Colorful не знаешь? Ну Лингуагу тоже можешь помнить, Чигла Мэл Сторм говорит, собираешь ли выступать 2 на 2 с МАДом? Вчера вы довольно неплохо координировали свои действия в битве с двумя рудокопами около 1-2 лагеря Привет Меня больше всего поразил, конечно, взгляд этого Мэда Для меня он Мэт Когда меня гоп стопнули просто в лагере Пустотняли деньги И он стоял на меня смотрел, ничего не делал И хорошо еще сам лутать не стал Но я уже немножко скучаю по нему Потому что чувствуется, что этот персонаж сделан с любовью Что его вели прям как тролля, как издевательство, как шута своеобразного Очень разговорчиво, прерывающего любое действие твое Но мы сегодня продолжим в Готику вечерком Потенчари The Perfect Life пишет Минут 10 назад у синих было 0 экспандов, 2 базы от красных Я думаю, что это тоже 100% ГГ, 2 на 2, конечно, выглядит круто Да, согласен 15 суй Поскольку будет Готика Точно не знаю Как только определюсь, сразу пелену анонс Ориентировочно часов в 8 вечера А почему мой клик меня отображает среди клипов стримера? Они как-то стримером опрываются? Нету, там есть какой-то фильтр на базовую популярность То есть клипчик живет, кажется, пару недель Если он за это время не набирает определенное количество просмотров То он удаляется автоматически Слушайте, а кто-то может подспойлерить? Мы с Мэдом еще можем как-то ветку продолжить? Несмотря на то, что я его там подранил немножко Он расстрелился, обиделся и ушел Мне кажется, что от него так просто не избавишься Нет, нельзя Точно вивоби? Но он сам полез А, с Мэдом вообще квестов нет То есть он просто такой дистракт Просто, чтобы бесить добавлен в игру Но он справился с задачей Понял, хорошо, спасибо В общем, он тебе вообще не помогает Из-за столько заруб было А он всегда был в стороне Ну, с каким интересом, предвкушением Он рассказывал про то, что есть банда головорезов Которые его постоянно обижают И уж мы-то им покажем, когда встретимся Это тоже абстрактная банда, да? То есть там ее нет как таковой Я думаю, что мы там доберемся до какого-нибудь лагеря Повстречаем их И там будет какое-то развитие Зверье, он говорит Что за мат? Я не в курсе, что от листа Ну, Готику надо смотреть Готика Уже две части Готики прошли И я поймался на мысли, что вторая часть была интереснее, чем первая Если бы я не подгорел в конце от себя и советов По крайней мере, время пролетело Незаметнее, чем на первой части Изначально с матом были квесты Кстати, но при релизе, как обычно, спешили Много квестов вывезли Некоторые из них были в обручном состоянии Как с матом, единицы, но все же Да, стандартная тема Мат, по мнению игроков, является одним из нелюбимых персонажей игры Ну, хорошо, ладно Значит, мы немного Немного потеряли Поскольку сегодня охота После Варика какая-то пауза будет Мы ориентировочно с Соколиком договорились на после двух Но на ВЦГ будет пауза между одним матчем по Варику и вторым О, классическая графика! Я только сейчас увидел Кого благодарить за это? А-а-а! И тут я понял Что они сделали такого, чтобы... Вы ничего не замечаете? Кто вот, кто первый заметит? Предположение Почему рефорж смотрелся не так Ну, по-другому Видите? Асмадуга, как тебе в целом, Готика? Я лично ловлю удовольствие от боли Прямо как испытывал Но я не проходил это, поэтому Зум Нет Ну, зум в том числе Но мне кажется, что все-таки Да Яркость Яркость выше Они подкрутили Специально сделали светлее игру Обратите внимание, что В классической это видно Что Что светлее И классической, соответственно, рефоржд То есть Они Подкрутили гамму Сергун, на мой взгляд, прав И на классике это прям видно Что гамму подкрутили Будто фильтр с небольшим туманом Ну да-да-да Можно и так описать Графон подвезли Непривычно Ну я сейчас смотрю на модельки И мне не кажется, что Я, конечно, ересь сейчас могу сказать Но так-то в рефоржд График это приятнее Ой Добил элементали козел Наши выбили Выбили, спрашивает Уэйдстрит Что с ума сошел? Какие наши на ВЦГ? Это что? На азиатском ВЦГ Не, ну посмотрите Посмотрите на модельки Они же вычурные Они же Без полигонов Смотрите на архмага Это что? Это конь? У него хвост из двух полигонов состоит А где Соник играл? Соник, где только не Он не играл на ВЦГ азиатском Это точно Прямо 100% Он очень много где играл Отписка Говорит, Миша проплатили Ну ребят, ну объективно Полигонов меньше Меньше Выглядит, но хуже Я понимаю, что мы тут все староверы Что нам два барака Вот таких вот с котами Низкополигональными подавай Ну ты же следующий фан На новом графоне начнешь Ну получается так Диспл нужен на трех виспов А, это беспытные Наши как раз Не в полигонах счастья А в их количестве Продался за баннер Говорит, кошкин дом Неплохо, неплохо Продался за баннер Да Да Вот так вот происходит Архмагу не дают Третий уровень Видели сейчас На последних И Архмага тыкают сразу Тыкают Ну телепортируйся, дед Ты чего А, он хотел Черепашку добить Чтоб третий уровень получить Слушайте, а может тогда И в женских версиях Моделек тоже нет Ничего плохого Может и озвучка Тогда тоже Неплохая Может мы зря Долоран За Долоран вырезали Ну понимаете Мы это все Все вот эти вот утверждения Что рефорж Графика плохая Мы связывали Ну Кто-то сказал Другой подхватил Это все Взаимосвязи С типа Плохой озвучкой А если хотя бы одно Утверждение Неверное Получается Ну Объективно Рефорж Графика смотрится Свежее 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 Слово-то какое То Может тогда и В остальном Мы неправы были Ну как мы неправы Вы неправы Я-то изменил мнение Ладно Были неправы Были неправы Согласен Прости нас котик Бобби Бобби Если ты слушаешь Трансляцию Бобби Бобби ты молодец Сокращай Увольняй Закрывай Пили Ремейки Пили ремейки Мобилочки Какая же отвратительная графика Вы посмотрите Убивают футмена Подставляется Маг То есть Конь А в это время Там на красной точке А что Телепорта нету У эльфа Вас же съедят Сейчас Вы чего Вас же Сейчас съедят Просто Такая отдача А эльф Реально без телепорта Был Моноберн Блин Бедный Фортитюд Вообще Его так 15 сантиметров Суй Подставил Ну подрезали Конечно Деку Но в целом После готики Начал ценить полигоны В готике Отличная графика В готике Графика Какие к ней вопросы В готике В готике вопросы К Мэду Графики Никаких К управлению Так ну ладно Шансы на самом деле Есть еще Но Меня смутило Что Демон Хантер С Нагой Безмятежно Просто Пишкарусом Бежали Через всю карту Там убивали Рифлов Футменов Архмага Бежали Ой ошибка Он передал И пешком Сейчас будет возвращаться Ой нет Что ты делаешь О как он Сымитировал Комментатор Слышали А можно Клипчик сделать Он прям так Паладина Спародировала Его смерть Прям Очень точно С точки зрения Высоты Тона Сумасшедшие Там видимо Профессионалы Какие то сидят Я бы переслушал Просто Мне показалось Леон Очень близко К озвучке Спародировал Крик Паладину А ну подождем Клипчик Ну в это время Мы видим Что разваливается Развалился Демон Хантер Развалились Там паладин И юниты Оставшиеся Палчи успели Восстановить Но тут кроме Двух рифлов Одного приста Ладно Двух пристов Никого не осталось Может у него Отец паладин Подставляется Арахмак Не отобьется Здесь фортить Никак Шенчик сделал клип Сейчас послушаем Ну и пока Можете сами прослушать Нага пропивает Бутылку Ту самую Которая могла Спасти жизнь Третьего Димки Ну они Видите Они поаркадили На криппинге На красной точке Что один Разок эльф Левый низ Потом вдвоем Пошли в правый верх Их можно понять Здесь на красных Выпадают ауры В 2 на 2 Они еще эффективнее Чем в соло И нужно как-то Но Ходить туда нужно С телепортами С телепортами Страдают рабочие Кричат Бедолаги Престы подставляются Уже есть торба У Лича Подходит Монтан Джайант Но они только-только Начинают работать Сзади Выскакивают Подскакивают Коты О, Лич развалился И отбились Да ладно Как им это удается Вообще О, О, О Зажал магическую вышку В 1 на 1 Не зажал бы Ну там Магическая вышка Конечно помогла бы И стоит она копейки На самом деле Соглашусь Магическую вышку Магическую вышку Было бы Полезно Иметь на базе Иногда Иногда в 2 на 2 Даже если Противники делают Ставку на Харас Тебе союзник Иногда магическую вышку Ставит То есть это Обоюдное Желание Помочь Как только ты понимаешь Что от твоего союзника Зависит твоя судьба Вы уже начинаете Придумывать Что бы сделать Совместного такого Чтобы было попроще Например У Хумена Должна на базе Парочка Виспов Обязательно Потому что Вы никогда не знаете Где будет сражение И Понадобятся ли Виспы Например Для отбивания Хараса Какого-нибудь Ну и то же самое Магическая вышка Она настолько ценная И универсальная Что ее Часто ставят Просто у союзника В том числе Прикапывают Бедную Нагу Она делает Телепорт Валит А союзник Отбирает Икс Пойлер Независимо Начисляется Зависит от того Где герой находится Тут тот же самый Принцип Что и В Соло То есть Если твои юниты Крипят кого-то И рядом находятся Только герои Союзника То вся Икс Пойдет ему То есть Нет разницы Свои Чужие Вопрос в том Где находится Герой Если у тебя нет героев А у твоего союзника Есть герои Находятся В противоположной части Карты То вся экспа Начисляется Этому герою Опять же Исходя Исходя из принципа Основного Который есть Вот варике По распределению Икс Интересно Про шарит Контроль Друг к другу Уверен Что да Шаринг Это первое Что нужно делать Потому что Не всегда Бывают ситуации Когда Твой Противник Находится Там Где нужно Подконтролить Тем более Уровень такой Что каждый Может Особенно Базовые Вещи Сделать Без Особых Проблем Отсутствие Контроля Мешает Бывает Такое Что У тебя Герой Застревает Вот сейчас Например Кота Нужно Двинуть Чтобы Жук Вышел Из окружения То есть Ему Там Может Мешать Просто Юнит И После Пары Тройки Таких Моментов Криков Из серии Да Что ты Вообще Убери Кота Своего Вы Приходите К тому Что Нужно Шарить Контроль Сражение Весьма Неплохое То ли Благодаря Маутен Джайантам То ли Благодаря Тому Что Уже Ой Димка 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 Бутылку Прожимаю Я за эльфом Переживаю Просто Как обычно Слушайте А камбэчная Тут как раз От синих Да нормально Все будет Вол История повторяется Вы вспомните Как с героями Какое количество Советов там было Советы Это по сути Ну Советы Которые Проходят в готике Невзирая на Подсказки Просьбы И Предупреждение Это Показатель Интереса Моя бурная Реакция Это Показатель Того Что Мне Не все Равно На происходящее То есть Я хочу Хочу Проходить Самостоятельно Поэтому Я буду Проклинать Поносить Горе Советчиков Они будут Несчадно Баниться Я помню Этот сценарий В героях Это абсолютно Нисколько Не помешало Мы с ними Справимся Паладина Перехватывают В магазе По пути По пути Из магазина У него есть Инвул В 2 на 2 Конечно Стараются Не качать Вообще Диван Ввиду Больше Полезности Ауры Камбэчный Хорошее название Для кабака По типу Да-да-да Камбэчный Кстати Предлагали Обсуждали Даже меню Составляли ДК падает Ооо Там очень много урона Там Моноберн Форк Это лечение В ДК Залетело В 4 При этом Еще база Есть Кстати У эльфов Внизу Мне кажется Что фортитюд Уже Не отпустят В такой ситуации Ну хотя Делать прогнозы В такой игре Помните На Илте Как они Долго боролись Сейчас эльф Забегает Например Подрежет Всех рабочих У фортитюда Правда Его здесь Очень сильно Не хватает Андетт Один против Двоих Просто пытается Как-то Кайтить Сражаться Он не может Кайтить Может Хантретски Подрезали Всех рабочих Пятый Кипер Угрожают Уже Мейну Вау И фортитюд Не собирается Вроде как Мейн отдавать Сегодня По пятерым Рабочим В заказе Нет Да От ней работать Пятый ДК Очень Своевременный Моноберн ДК Замахивался Уже Ну все У романтики Нет мейна Я не знаю Как тут Как тут Игра будет Дальше Разворачиваться Потому что Ситуация Далеко Неоднозначная Хантретски Давят Димка Там Соленова Пытается Отбиться Пошли Базы То есть У синих Сейчас Сильнее Армия Вот просто Вот Они могут Спокойно Давать Бой Ну благодаря Т3 Благодаря Гигант Благодаря Опять же Ну Рифлокастером Наверное То есть Боевой У красных Только Андет Только Андет Вот только Эта армия Все остальное Мясо В виде Хантресок Экипера Которые Не могут Ни танковать Нормально Ни наносить Нормальный урон Ну Такая стадия Уже игры Коты Уже не актуальны Их сила Оставшаяся Только в Маневренности Они могут Хорошо бегать И наносить Удары По незащищенным Частям По базе По экономике И вот вопрос Смогут ли они Нанести Ну Методично Наносить Какой-то Стабильный Урон То, что Они уже Минус Нули Одну Базу Это Хорошо Но Будет ли Здесь Продолжение Что Видите Даже Парочка Героев Отбивается Весьма Котов Сносно Вторая Элементаль Архмаг Демон Хантер Сорбой Но У Фортитюда Уже Нет Ни базы Ничего Очень Хороший Импэйн Подрезают Пару Голик У Котов Брони Непочти Нет Грейда Нужно Вроде Как Нет Грейда Котов Не Спасут Проблема Котов В О том Что У них Тип Брони Другой Когда-то У котов Был Стандартный Тип Защиты Ну Типа Средний А потом Тяжелый А потом Потом В результате Балансных Патчей Потому что Коты По своим Характеристикам Конечно Убер Юнит Если мы Говорим АТ1 Ну И уже АТ2 Учитывая Чакру на Т2 Все играли В котов Понимаете Все играли В котов Они Быстрые У них Халф Мили Дэмэдж Они Хайдятся Еще Плюс Мунвелы Прекрасно Окружать Умеют Поэтому Им сделали Тип брони Такой Как у Кастеров Чтобы Рифлам Арчам Финдам Дриадам Неважно Кому С персинговым Уроном Было бы Проще Наносить По ним Урон Потому что Анарморт Он Очень уязвимый Тип защиты Маутон Джайанты С дрынами Тоже Хорошо По ним 150% Урон Наносит Андетт Пытается Посражаться Но даже Не может Справиться С одним Эльфом На базе У него Сейчас Подтянутся Рифлы Будет Еще Сложнее Почему Кота Они Кошки Ну Как-то Как-то Прижилось А Как ты Проверял Кстати О Боневур Говорит Бобер Миша Ну Водка Ж Стынет Что Тебя Жена На охоту Отпустила А Бонич Ну Мы досматриваем Варик После этого Будет пауза После этого Будет еще Матч За третье место В Варике Ну Короче Как я Соколу Писал Что Типа После двух Где-то Я освобожусь Так Оно И будет Да Бонич Прошел До Ласт Фас И еще Потом Стэй Созванивались Обсуждали Концовку Ну Игру В целом Послушал Это Сэм Так Опять Моноберн Неплохой МГ Работают Стараются Вообще Они за реальные Деньги Играют Сейчас Матч За третье место Фактически И там Там Разница По призовому Есть Его приходится Конечно Пилить Как хорошо Котами окружил Вот Тоже очень ценится Насколько ты Из Из того Что осталось На руках А на руках У тебя там 5 котов 5-6 котов Можешь Насколько хорошо Ты можешь Их использовать Учитывая то Что они Мало полезны Разваливаются Очень быстро Но в некоторых Моментах Как вот Окружение Или там Помните Паладина ловили На магазине Могут подрешать Ни у кого Не осталось Добычи Кажется Да Минус Все базы Осталась шахта Только у Романтика Но у него там Мейна нет То есть он Добывать не может Ольфа 37 лимита Здесь 43 Не Все-таки Хотя Не знаю Не знаю Не знаю Сможет ли Здесь Андет вытащить Ему Сложновато Будет У него Союзник Не такой Полезный Вот этот Кипер Да Он там Минуснул базу Да Он там Старался Харасить Но в бою Он По сравнению С четырьмя Гигантами И аналогичным Кипером Совсем Слабенький Понеслась Обескравливают Хотя он и так Обескровлен Без маны ДК Дима нарезает Сарбой Под паладином Очень плохая Позиция Здесь У Андета Ему нельзя Здесь было Сражаться Ну В это время Его эльф Там пытается В очередной раз На базе Какой-то шорох Навести На эльфийской Нага Подставляется Немножечко Опять же Под паладином Под вторым Не верю Не верю Да И телепортируется Андет Козел Здесь старается Как мы видим Он и там В элиминейт Идет А если Удастся Все здания Убить То там же Придется Контролить Там же сразу Левайт Получается Один И придется Контролить Тогда Димку Можно окружить Но у него Инвул И персоналка Не знаю Зачем это делать Химеры Прилетают Неожиданные Химеры Они Да Химерары Ну да Химеры Неожиданно Появились Да Добычи Нет Бас Нет Я бы не стал Все равно Торопиться Потому что Наличие У андеда Базы И Прокаченных Героев Все еще Оставляют Шансы На то что Понимаете Когда нет Инкома Идет борьба За каждого Юнита А андеды Они же Триндец какие Живучие Особенно У себя На базе То есть Если будет Налом Всех вот этих Рифлокастеров Можно Перещелкать Химер можно Выловить Ну и попробовать Тоже убить Чтобы они Просто не штурмовали И чтобы мы Могли За Спирит Башней И за Мейном Отсидеться То есть Тут есть Варианты Развития событий При которых Андеда Не убить А он будет Периодически Подрезать Юнитов Да там Став Да там Паладин Бла-бла-бла-бла Но правильно Кинутый Койл с новой Разрывают Пристаной части Плюс Плюс Есть у него Еще Тиммейт В виде Козла Когда твой Тиммейт Козел Который Может Еще Добить Вот эти Вот здания И тогда Придется Контролить За двоих То есть Если убить Вот эти Последние Здания Романтика Да это Сложно Особенно С учетом Химер Пятый Димка Оооо На пеньках Подкормили Ревилин Открывается База Романтика Привет Доброе зло Мы смотрим С вами Матч За третье место На ВЦГ В командном зачете Изначально Командный Турнир Не смотрели Только С плей-оффа Начали Но игры здесь Вот Хоп Минус Прист А что вам Бобер говорил Что Бобер говорил А Вот Правда База все равно Ставится у эльфа Для того Чтобы подрезать Вот так вот Юнитов Нужно будет Очень много Маны И очень много Времени Пошла база От андеда Хантерески С козлом Пытаются Снова Нанести урон Тимплеи 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 Козочка даже Проявилась Ооо Это был Байт На козла Коил Нова На Минус Тп А что Тп Они Прожали Как Сказал А Эй Эй импл мимо а некуда делать как некуда а у нее только-только сейчас база достроилась да реально некуда т.п. было делать ой красиво об минус райфл нет не минус палы спасает пока что импэйло импэйло димон ханта ой и попытается убить эту нычку не слишком долго наверное на виспов прыгнул между прочим прыгнул на виспов подрезал виспов закопал финда дима блин супермен врывается в леча он там всем раздает налево направо и не убить его под четвертым паладином так ревили виспов бой такие игры нестандартные конечно получается это свидетельство борьбы архмак подставляется а там опять паладин его спасает уже кажется отчаянным пытается андет теряет а бома гг гг ай-яй-яй-яй-яй-яй не удалось все таки закомбечить хотя были близки красные 4 1 ну вроде как пишем гг выходим при уныле щеглы там лингу агуа в первую очередь его не пустили решающую катку играть так если я правильно помню у нас с вами сейчас будет небольшая пауза перед матчем за третье место в соло где будет играть кто правильно colorful и 120 я воспользуюсь этой паузой с вашего позволения чтобы позавтракать и выпить кофе и вернусь только нужно только нужно понять когда будет матч если у кого-то есть время или там ссылочка на на сеточку поделитесь пожалуйста чтобы я озвучил и мы с вами договорились встретиться через там ну придем к какому-то определенному времени по списанию через два часа будут соло игры хорошо может я тогда еще часик посплю друзья спасибо что смотрели напоминаю что сегодня мы досмотрим матч за третье место завтра будет финал финал финалов и в соло тоже и в командном зачете слишком многих китайцев на сегодня хватит 6 человек спасибо что смотрели увидимся через пару часов пока 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 а может и раньше кстати может быть в паузе будет хант или готика это что я несу а вот а 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 ток а 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 Продолжение следует...